МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как бы придирчиво люди не относились к выбору ремесла, как бы не изощрялись в поисках самой престижной профессии, всё-таки самой почётной и незаменимой был и всегда будет труд тех людей, кто неустанно и безропотно трудится на земле. И в палящую жару, и в холодное ненастье, и в промозглый дождь и ветер выходят труженьки полевых фронтов на выполнение своей благородной миссии – миссии земледельца. В этом отношении жители Столинского района по праву несут статус самых трудолюбивых людей в Беларуси. Ведь ни один район не может похвастаться столь огромным количеством людей, посвятивших свою жизнь труду на земле. И что особенно примечательно – столь большим количеством наиболее успешных и состоявшихся фермеров. На сегодняшний день в Столинском районе насчитывается 47 фермерских хозяйств. Общей площадью около 1360 гектар располагаются земли фермерских хозяйств. Ну и как показал у нас по итогам 2016 года, где-то около 22% общей валового сбора сельхозпродукции составили наши фермерские хозяйства. В продовольственную копилку района наибольший вклад вносят фермеры агрогородка Ольшаны. К слову, этот населенный пункт с почти восьмитысячным населением считается не только самым большим в Беларуси, но и самым богатым. В каком еще сельском населенном пункте можно увидеть такое количество добротных и современных коттеджей, такое множество техники на сельской улице. Здесь нет крупных промышленных объектов, но есть люди. Простые сельские люди, которые ценят каждый клочок родной земли, умеющие на ней работать, давно освоив современные методы выращивания плодовочной продукции и грамотно их используя. Сколько себя помню, с детских лет, с родительского дома, уже в огурцах, парниках. У нас, получается, независимо на дом, получается, дается от государства 50 соток, то есть 0,05 гектара. Независимо, или трое детей. У меня уже четверо детей. Слава Богу за землю, которая у нас есть под ногами. Мы можем ее использовать. Не то, чтобы пешка, надо Богу. Вот пошлили у нас на черноземах, которые можно использовать в разумных целях. Огурцы и помидоры, перец, капуста, лук, рис – одних только огурцов здесь, на местном ольшанском рынке, за день в транспорт заготовителей перегружается около тысячи, а иногда и до полторы тысячи тонн. А это бессонные ночи в теплицах и тяжелый труд, который иногда не оправдывается. В этом году не пошли огурцы, потому что пили сильные холода, земля холодная, весна тоже холодная. Высадили огурцы все в холодную землю, топили сверху, земля холодная, огурцы не идут, все пожелчели. Вон с 10 соток, как обычно, сдавали первые огурцы недели три назад. В том году 400-300 килограмм, в этом году только каких-то две бананки. В огромном изобилии теплиц, что растянулись далеко за пределы населенного пункта, особенно приметно выделяются фермерские хозяйства братьев Ивана и Михаила Грибов. К примеру, у одного только Ивана Васильевича и его сына Николая около трех сотен гектаров земли. У нас выходит 120 гектаров сада. Из них уже на этот год 100 гектар, вот на счастье, 20 гектар, которые подходят, вот-вот уже будучи. 30 гектар голубики в мае, 60 гектар капусты в мае. Ну и морковь уже мы не в больших объемах будем уже садить, если не определились со сколько, но гектаров 10 будет морковь. Саженцы на 4 гектарах у нас на этот год, которые и плюс на 18-й год заложены, и вместе 8 гектаров. Сегодня фермерское хозяйство Ольшаны – крупнейший поставщик овощей и фруктов на рынке Беларуси, России, Польши, Украины. А теплица-гриба без преувеличения является самой современной в Беларуси. Она полностью автоматизирована. Бесперебойную работу комплекса обеспечивает установленная здесь компьютерная система. Но как связались с компьютером, значит, воду уезжали, повезли в Польшу. Завезли в Польшу, и на основании воды нам поляки делают рецепт. Что там добавить, сколько всех микроэлементов, сколько там азота, фосфора, калия, и это еще в баковой смеси подается на компьютер. Здесь грунта так какого нету, это как обычная стекловата. Вот корневая система, она безвирусная. И здесь мы что подаем через компьютер, чем оно питается, все в ровных дозах дается. На основании ее уже только рецепты меняются. Если подходит, там пятая кисть свечет, десятая, значит, там добавляется уже, соответственно, там калия больше. По погоде мы смотрим, если это, значит, уменьшиваем, переходим на второй рецепт. За температурным режимом в теплице следит собственная метеостанция. Это она ведет мониторинг погодных условий и регулирует необходимые температурные параметры в помещении. А остальное все – дело техники и соблюдение технологий. Погода сейчас улучшилась, и вы должны дивиться, у вас листья, это счетчий анализатор. Листы считайте. 16 листов в жару должно быть строго. 16-17, если погода чуть-чуть приподнеет, значит, листы приподнимем. Это именно в жаре надо держать листов? Да, листы держать. Чтобы у нас 65-70% влажности должно быть по-любому. Что касается посадочного материала помидоров, то его ольшанские фермеры завозят из Польши, причем сажают не просто само растение, а на подвой. Вот это привитый подвой, срезанный, и, как сказать по-простому, как мотору машины. Это сильнейшая уставка, и она больше накачивает, пивая, на два разветвления, вот эти, чем в обычном, на один. Вот так вот, каждодневными трудовыми хлопотами и постоянным совершенствованием технологий ольшанцы и удерживают статус самых передовых фермеров в Беларуси, продукция которых пользуется большой популярностью у потребителей. Разрываем помидоры красные, бурые, потому что потребность большая, труд большой на помидоры, поэтому мы срываем и красные, и бурые помидоры. Из 76 официально трудоустроенных в хозяйстве в Теплицах работают два десятка человек. На работу к местным фермерам съезжаются не только жители местных деревень, но и желающие поработать из соседней Гомельщины. У нас жидкочих нет работы, у меня четверо детей, муж тоже у меня тут работает трактористом, но им нравится, во-первых, коллектив, условия, оплата. Я работаю с ноябра месяца, строилась на работу, ну и, конечно, очень сожалею, почему я раньше не пришла, да? Объем работы, конечно, обширный, нравится мне работать с грибами, а особенно начальство у нас вообще замечательное, замечательное, в общем, если так говорить, ну, честно и откровенно, да? Хорошие люди, очень такие добродушные, относятся к своим работникам, ну, чуткие, добрые, в общем, только хорошим сказать. Есть в хозяйстве гриба и небольшая линия по изготовлению пастеризованных натуральных соков прямого отжима, без добавления воды. Соки под маркой «Альшаны» особенно пользуются спросом у жителей России и Беларуси. Сладкая витаминная продукция – результат большого труда на садовых плантациях хозяйства, к которым у фермеров особое трепетное отношение. Труд на земле нелегкий. Всякие периоды бывают в жизни, бывают бессонные ночи, что-то смотришь, что-то проверяешь, где-то дожди залили, переживаешь, где-то высушило, поливаешь. Но когда приходит весна, как сады цветут, мы приходим сюда и находим спокойствие, то в саду, как вон, в чвете, садок, и находим спокойствие в цветах вообще. Хотя, признается Николай Гриб, расслабляться особо некогда. Впереди еще строительство нового тепличного комплекса, над возведением которого уже работают строители, а также целый ряд каждодневных хлопот и нерешенных задач. На ощупь будет у нас опять 3 гектара 25 соток стоять землетеприцей. Ну, самое, где больше у нас перспективы выходит. Если была бы у нас еще дополнительная площадь на землю, то у нас перспектива. Мы можем за одну ощупь посадить свои миши, матерям, без дополнительных вложений, 200 гектар сада. Это у нас наша мечта и наша, чем мы живем. Так же, как и Николай Гриб, его двоюродные братья Василий, Николай, Иван и Сергей не заканчивали аграрных университетов, не проходили специальных курсов по правилам земледелия и ведения фермерских хозяйств. Свои первые знания и навыки работы на земле они с раннего детства получили в главном университете под названием «Жизнь». Сегодня братья – одни из самых молодых и перспективных владельцев фермерских хозяйств на Столинщине. Полностью в Согурцовках начинали рвать, поливать, копать, свалить, дрова возить, топить и так далее. С отцом начинали мы, парники раньше были, далее поля свои огороды были, далее пошло уже фермерство, в отца было. И все, мы с малкой там работали, работали, привыкли. И нам эта работа нравится на земле. В Ольшанах, где мы проживаем, там много уже и фермеров, и из уст, населенность каждый человек. Человек занимается той же самой культурой, как и капуста, морковка, свекла. Там мы, как крупные фермера, и хотим расшириться покрупнее, нам сказали, берите вот это хранилище, предложили нам. И мы решили с братами, потихонечку, потихонечку, вот за эти три года мы его все утеплили, сделали под овощохранилище. Бросили жеребий, поделили землю, купили необходимую технику, построили теплицы, взяли на работу жителей местных деревень. Так, работа тяжелая, но осваивается она быстро. Сейчас идут весенние посевные посадочные работы. Раннюю капусту мы уже высадили, вот сейчас идут уже посевы поздней капусты, вот. И здесь полностью у нас отработана уже технология по посадке капусты. Людей набираем мы с ближайших деревень, вот, и они здесь у нас работают. 140 человек официально трудоустроено в фермерских хозяйствах братьев. Еще около 500 задействуются в период сезонных работ. Каждый из них в совершенстве владеет навыками земледелия и понимает, что от качества выполнения их работы зависит не только благосостояние фермеров, но и их личная заработная плата, размер которой впечатляет. Сегодня земляной надел фермерам насчитывает почти 500 гектаров, а объемы производства молодых частников поражают. Более 20 тысяч тонн витаминной продукции выращивается на землях фермеров. 12 тысяч тонн ежегодно закладывается в овощехранилище. Продукция столинских овощеводов экспортируется в Россию, Польшу, Украину. В основном площадь одинаковая в обществе, где-то 50 гектаров капусты росте поздние, 30 ранние. Лука 10 росте, картошки 10, морковки 15. На этот год только начали пробовать лук, картошку, посмотрим, как она пойдет. На сегодняшний день у фермеров только одна проблема – нехватка земли, говорят земледельцы. Они не нуждаются в материальной помощи, не просят льготных кредитов и дотаций, а об экономическом кризисе просто думать некогда. Будущее наших четырех предприятий – все зависит от руководства. Как нас будут снабжать на земле. Потому что в будущем у нас, на будущем, у нас только сейчас, в данный момент только капуста. Развиться мы дальше не сможем с картошкой и с луком, потому что нет посевных площадей. В будущем мы планируем еще сортировку здесь мы ставить, которая моечная, сортировка, которая картошку и свеклу, морковку упаковывает в термо такие пакеты, чтобы хотя бы тысячу гектар нам на четверых хотя бы добавили, чтобы могли мы поставить эту сортировку. И когда же с сетями договариваются, уже заключаешь договора, ты же им должен постоянно поставлять. Вместе с тем традиционно не забывают ольшанские фермеры и о главной составляющей жизни – дом построить, дерево посадить, сына воспитать. Дом в ольшанах на месте стоит. Семья, жена, пять родителей уже. Маленькие, правда, не помогайте, что рановато. А вот глава фермерского хозяйства «Опыт КАА» из деревни Большое Малишево Алексей Копец кроме выращивания овощей в последнее время, ставку сделал на молочное животноводство. А началось все в далеком 1999 году. Одним из первых в Столинском районе местный трудяга приобрел землю и стал на ней работать. Начинал с самого малого, говорит фермер. Сначала были маленькие теплицы, затем побольше. В принципе, я начал с картофеля. Ну, все были овощи. Морковка, картошка, капуста. Все было понемногу. А потом каждый год все добавляли, добавляли мне. Начинали с двух. Один тракторист был. На сегодняшний день у нас уже целая компания. Мы можем любые вопросы решать, любые задачи решать. В качестве опыта в 2008 году создал Алексей Алексеевич и небольшую ферму, куда закупил бычков на откорм. Позже решил расширить предприятие. Занялся молочно-товарным производством. Так, в прошлом году фермер завел молочное поголовье. Обл. полком помог с доильной установкой. За три месяца соорудили. В итоге местный аграрий из крупного овощевода превратился в серьезного производителя молока и мяса. В кота на сегодняшний день 2000 голов из Евдойного 600 голов. Продаем 9 тонн молока в сутки ежедневно. Ну, не менее, в основном так вот за 10 тонн. 99% и 9% экстра идет. Ну, на самочком продукт. Вот так, подсходим к работе. И сегодня Алексей Алексеевич с гордостью говорит, что его частное предприятие динамично развивается. Строятся новые молочно-товарные комплексы. Наращивается поголовье крупного рогатого скота. Первое здание, второе, это будут у нас по 280 голов дойного стада, чисто дойного стада. Потом молочный блок, там еще молочный блок. А один сарай, вот самый первый. Первый сарай это у нас на сухостой, который в запуске, коровки будут, они будут там. В свой рабочий день глава фермерского хозяйства опыт Алексей Копец по традиции начинает с обсуждения насущных рабочих вопросов с членами своей семьи. Нашлось место в семейном бизнесе и сыновьям, и дочерям. Зять Василий, к примеру, управляет растеневодческой отраслью в хозяйстве. Сын заведует транспортной составляющей. Дочери Алене досталось одно из наиболее сложных дел – руководство молочно-товарным комплексом. У нас как бы три коровника, но ферма одна, молочно-товарная ферма одна. Дойного стада у нас 500, а всего 2000 голов. Штатные работники на ферме – 20 человек. Люди у нас местные, ответственные. В основном операторы, они все многодетные, мамы. Спешат и домой, и сюда, и все. Делают качественно. Официально трудоустроенных в хозяйстве чуть больше 80 человек. К подбору персонала Алексей Алексеевич подходит с особой ответственностью, а за качественную работу в среднем платит по 700 рублей в месяц. Потому и выполняют свои обязанности работники с душой. Мы в пятую готов стоим, и в пять утра у нас начинается до икосни. Восемь заканчивается. У час, ну это у тринадцать, это обед. И до четырех, полпятого где-то так. И вечером девять, и до, может, полпервого ночи. Нас не обижают. Условия очень хорошие. Везде чисто, асфальт, нормально так, чистенько. Тысяча триста шестьдесят гектаров земли находятся в частной собственности сорока семи фермеров Столинского района. Кроме этого, определенные наделы выделяются на условиях совместной деятельности с государственными сельхозпредприятиями. Только в прошлом году на таких условиях, на нужды фермерских хозяйств было выделено порядка семьсот шестидесяти гектаров земельных угодий района. Поддерживаем всячески, местные власти наши, столинские, поддерживают всячески развитие сельских хозяйств, фермерских хозяйств в частности. Для того, чтобы трудоустроить наше население, то есть, если так посчитать по-хорошему, порядка полутора до двух тысяч человек, особенно, что касается сезонных работ, задействовано чуть ли не ежедневно. То есть, люди свозятся со всего района практически, из соседних, тоже с Житковичского района, приезжают на работы, на заработки людей. Даже в последнее время как-то и трудоустраивали и жители Украины с оформлением соответствующей документации. Сегодня для фермера, говорят местные власти, закрытых дверей нет. Разрабатываются и принимаются различные государственные и региональные программы по мелиорации, племенному делу, семеневодству, картофелеводству. Действуют различные виды помощи со стороны государства. В виде кредитования, льготного, в виде выделения субсидий, непосредственно и Банк развития, и Белогропромбанк предлагают и брать технику, и какие-то сопутствующие машины для возделывания овощных культур, сельхозкультур. Поэтому тут проблем никаких нету при изъявлении желания любым из юридических лиц, фермерских хозяйств, так и сельскохозяйственных организаций. То есть предоставляется и оказываем помощь в подготовке пакета документов, и оказываем содействие в дальнейшем по приобретению техники в лизинг. Поэтому тут проблем нету. Все, как говорится, желание руководителя. А еще желание человека работать на земле. Той земле, что тысячелетиями кормила наших предков, которые трудились на ней, не покладая рук. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова